привет друзья вы знаете вот как говорит саша дубинский позитив рождается в борьбе а я борюсь чтобы вы начали думать чтобы вы начали понимать чтобы вы начали сами разбираться в тех вопросах которые наверное вас мучают потому что когда у человека болит это его мучает и давайте будем работать просто-напросто сегодня я отвечаю на вопрос кого я отвечаю на вопрос да сегодня отвечаю на вопрос василия у него два вопроса пет первый или точнее 2 по гидроцефалии вот сижу в шортах просто и настя периодически на меня смотрит потому что видно мою коленку да и вот она значит за кадром мне чуть-чуть маячит а я значит убираю коленку что вы не видели ну поехали дальше наш вопрос первый у него по влиянию клизм перекиси с содой на венерические заболевания то есть заболевания передающиеся половым путем и второй вопрос у него по гидроцефалии накопление жидкости в головном мозге кисты и так далее и так далее дорогие мои 30 лет я занимаюсь как следует своим здоровьем до из них 8 лет правильно то есть 24 года неправильно 8 лет правильно почему неправильно 24 по причине того что не хотел думать сам а надеялся что кто-то даст мне готовую информацию чтобы разобраться в этом нет нет дорогие мои еще раз настоятельно прошу я требую чтобы вы читали книги лебедева потому что лебедев тоже не взял свои знания с неба он их брал с книг крестопа о котором мы сегодня поговорим да и только паразиты только паразиты они такие же нормальные паразиты как и большие паразиты но не такие как чиновники и политики я имел ввиду паразиты вот которые живут и паразитируют на чем-то главное что паразиты это паразиты они паразитируют они живут и питаются за счет других организмов и вот маленькие паразитики а выглядят они поверьте мне как нормальные здоровые там муравьи осы клоп клопы ну все что это сам муравьев паразитом я конечно не причисляю но просто говорю они выглядят как животные это животные просто они очень маленькие мы не можем сражаться с очень большими зинозаврами и мы также не можем практически сражаться с очень маленькими понимаете да какая интересная штука получается и так клизмы с перекисью клизмы с содой по лечению венерических заболеваний дорогие мои давайте включим мозг просто вот в спокойном состоянии дорогой мой зритель включаем мозг если внутри нас живут эти маленькие монстры и справиться с ними может только иммунная система наши личные монстрики которые нападают на тех монстриков война миров значит мы должны что увеличить количество наших монстриков настя улыбается если наши маленькие монстрики сильнее тех гадов то все будет хорошо поэтому клизмы которые содержат соду перекись а соответственно вступая в реакцию синглетный кислород то мы увеличиваем мощь нашей иммунной системы как четко заметьте ясно я говорю это монстры все наши болячки все повторяю если вы случайно не упали в чан с серной кислотой все остальное это монстрики они естественно микроорганизмы и они нас убивают вот и все поэтому обязательно промывание половых органов не только снаружи но и внутри спринцевание с перекисью и содой которая делаю каждый день клизмы с содой и перекисью или отдельно перекисью или отдельно соды это не суть важно естественно влияют на убийство этих маленьких монстров не важно кто они амебы ли трихомонады ли гонококки ли вирус папиллома вирус и вот сейчас прежде чем перейти к вопросу о гидроцефалии и кисте головного мозга я хочу вам прочесть статью не статью а чуть-чуть из статьи крештопа и когда лебедев говорит о том чего не знал крештоп нет я думаю крештоп очень много знал вот маленький маленький отрывочек в институте вирусологии стоит самый мощный электронный микроскоп я думаю это в россии увеличением в тысячу четыреста тысяч раз это много это электронный но там до сих пор не увидели что герпес зостр кстати у меня был герпес зостр это катастрофа ветрянка опоясывающий лишай не какая-то палочка понимаете палочка тут соленые палочки мы кушаем нет это не то не какая-то палочка а вполне натуральный микро жук понимаете да это жук вот который пользуют жуки у нас колорадские например или еще какие-то другие а это маленький который ходит в оболочке капсиде в крови он похож на морского рака только без клешней а мы ищем рак но именно это увидели при том давно питерские ученые хотя у них электронный микроскоп увеличением всего 400 тысяч раз а вот нашим заслепило они до сих пор ничего внятного не сказали ни в поддержку ни в опровержении данного факта они просто это не способны увидеть и до сих пор без понятия какую разруху в организме делает это самая ветрянка опоясывающий лишай неужели этот вирус не формирует опухоли не разгоняет лимфоузлы и лимфосистему кстати накопление жидкости в коре головного мозга это именно проблемы с лимфосистемой потому что именно оттуда черпается эта жидкость не поражает молочную железу суставы кости а герпес обштейн бар он что не причастен к раку не не поражает лимфоузлы опять лимфа или может быть автозная папилломная инфекция во рту не дает рак носоглотки головного мозга или может быть цвета мегаловирус не дает рак головного мозга фаторова сосочка и рак пристательной железы и матки но наши умы десятки лет не решают проблему рака никак не определяется с его исходными факторами и не могут понять от чего же рак а он чаще всего от инфекций которые никто скрупулезно не определяет и даже не пытается правильно лечить а зачем им пытаться правильно лечить потому что если правильно значит не нужно продавать квартиру идти к онкологам не надо платить десятки тысяч долларов зачем тогда им нужна истина кому нужна истина ближайшее время я буду делать видео о внешних и внутренних паразитах и кому это на руку опять же во главе угла стоит человеческая жадность потому что если бы человек был немножечко другим более понятийным более духовным да он бы попытался задуматься о том о чем я сейчас говорю поэтому когда вы начинаете свое самолечение пожалуйста исходите из того что внутри вас все боли все страдания связаны с микроорганизмами а также это связано и в коре головного мозга потому что мы вот с настей смотрели она любит показывать мне всевозможные видео с эхинококовые до сферы значит смотреть невозможно это просто бильярдные шары абсолютно круглой так сказать формы которые вынимают из головного мозга это жизнь ребята поэтому вы должны бороться и поднимать иммунную систему на сегодня все